На разделение маршрута влияет не мэр, но по документам влияет на раздел маршрута так называемый конкурсный комитет по определению перевозчиков. Опять-таки здесь законодательство сыграло такую злую шутку со всем городом, с ромадой, с перевозчиками. Конкурсный комитет, что это такое? Это как бы неофициальная организация, она не имеет офиса, помещения, статус юридического лица, он создается распоряжением горосполкома. Туда входит 12 человек, из них половина это работники органов городской власти, а половина это представители общественных организаций. То есть там как бы даже присутствуют общественные организации. И вот они коллективно садятся, да, конкурсный комитет, и они, это означает, кто будет пассажиров перевозить, и именно конкурсный комитет может и разрывать договора на перевозке, если они зафиксируют факты нарушения конкурсных условий. У нас в городе доходит до парадоксальных вещей. У нас перевозчик выигрывает маршрут, тот же Севертранс, да, выиграл маршрут номер 372, НКГУК 44-й квартал. Там работает хотя бы одна маршрутка сегодня? Нет. Там не работает ни одного транспортного. То есть принципиально не выполняет, не ставит ни одной машины на выигранный собой же маршрут. А договор с ним никто не расторгает. Ведь можно было договор расторгнуть, назначить новый конкурс, и там бы кто-то победил и уже бы работал. Продолжение следует...